Музыка Республика продолжает развивать международные связи. Один из стратегических партнеров региона – страна восходящего солнца. Представительная делегация из Японии посетила Чувашию с рабочим визитом, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества о деталях двухсторонних переговоров. Наш репортаж. Это предприятие входит в состав испанского холдинга «Рока». Здесь выпускают сантехнику для ванных комнат. Интерес японцев к заводу вполне объясним. Только предприниматели из-за рубежа могут поделиться своим опытом работы в республике. Эту площадку бизнесмены выкупили 11 лет назад. В модернизацию цехов вложили сотни миллионов, но дело того стоило. Сантехнику из Новочебоксарска сейчас поставляют во многие регионы, а также страны Европы. За многие процессы здесь отвечает искусственный интеллект. Благодаря роботам на заводе увеличили в разы объемы выпуска керамики. Здесь наладили и тотальную систему контроля за качеством продукции. Это заинтересовало и японского посла. Какие кадры уже успели запечатлеть на автопарад свой? Я понимаю, вот место, где они проверяют качество. Последняя этапа и каждый проверяет качество, недостатки. Гостям из страны восходящего солнца показали и ноу-хау сферы возобновляемой энергетики. На заводе Хевел выпускают модули на основе гетероструктуры. Спрос на инновации большой. Солнечные панели из Чувашии уже применяют и при строительстве электростанций. И уже в ближайшее время на этом заводе планируют существенно нарастить производственные мощности со 170 до 250 мегаватт солнечных модулей в год. Новые цеха должны открыться до конца этого года. Ноу-хау Новочбоксарского завода гости оценили. Альтернативная энергетика для партнеров в перспективная сфера. Не исключено, что будут налажены поставки на японский рынок. В сфере солнечной энергетики наметилась большая конкуренция. В Чувашию приехало немало бизнесменов из Японии. Я уверен, что будет налажено плодотворное сотрудничество с предприятием. На предприятии «Осейспель» гости приехали в самый разгар трудовой смены. На танк-контейнеры сейчас поступают крупные заказы. Здесь производят прицепы для перевозки сыпучих материалов, битума, бензина. Японцев, которые знают толк в прогрессивных технологиях, интересовали и новые методы работы. На этом заводе для сварки металла разработали уникальный способ. Это практически наши специалисты придумали. Ноу-хау. Заводы его не выпускают. Потому что робот, производитель структурная, другая. Им надо заказы выполнять, деньги зарабатывать. Получать прибыль. Вот главная цель. Новаторские подходы в своем деле применяют и аграрии республики. В теплицах агрофирмы «Альдеевская» огурцы и томаты опыляют при помощи пчел и шмелей. Защищать овощи от вредных насекомых помогают энтомофаги. Их выводят местные лаборанты. Они прогрызают пакетик и разбегаются в поисках паукиного клеща. Химии не используются. А мы химические препараты не используем. Чрезвычайный и полномочный посол отметил, что чувашские овощи могут быть интересны и японцам. В стране восходящего солнца спрос на экопродукты большой. Заокеанские бизнесмены готовы помочь аграриям выращивать овощи круглый год, а не 8 месяцев, как сейчас. Ира, Бун, Бунда! Здравствуйте, господин посол Японии! Ура, молодцы, спасибо большое! Спасибо, спасибо, спасибо. В республике развивают успешно не только экономический, но и человеческий потенциал. Квалифицированных специалистов готовят уже со школьных лет в технопарке «Кванториум». Его ученики ставят опыты с жидким азотом, конструируют роботов, изучают молекулярную физику и даже нанотрубки. Здесь в вакууме сжигаются пары спирта, источник углерода, и осаждаются на подложке в специальном катализаторе. Очень сложный технологический процесс, который описан. И ребята, модифицируя этот технологический процесс, либо ускоряют рост нанотрубок, либо получают большой выход материала. Очень важно сейчас изучать производство нанотрубок, чтобы потом их уже добавлять в те же самые литий-ионные аккумуляторы, в те же самые дисплеи. Нанотрубки – это материал будущего. Чем мы занимаемся на данный момент? Это создание криопротекторов новых, универсальных. Что такое криопротекторы? Криопротекторы – это вещества, которые попадают в клеточную мембрану, внутрь клетки и препятствуют образованию льда. Тем самым в будущем можно будет замораживать полностью людей или органы под глубокой температурой. В Кванториуме сейчас действуют десятки инновационных лабораторий. Гости из страны восходящего солнца говорят, что технопарк – это яркий пример того, насколько серьезно в республике подходят к подготовке кадров. Сходство Японии и Чувашской республики обозначает, что у вас нет ресурсов – нефть и газа. В Японии нет нефть и газа. Но за то, что у вас есть, что у нас есть – это люди. Япония, нам надо догнать вас. С особенностями национальной культуры гостей познакомили в музее Чувашской вышивки. Здесь собраны работы лучших мастеров региона. Подводя итоги двухдневного визита, Тоехи Сокадзуки отметил, что у республики есть чему поучиться. Каждая страна, каждая регион, каждая республика имеет свои свойства. Но то, что я обратил внимание, нет в Японии. Поэтому есть какое-то японское предприятие, можно учиться от вас. И, конечно, это взаимное направление. Все зависит от нас. Как теперь мы по шагу, по этапу будем реализовывать все эти мероприятия и наши договоренности. Я уверен, что мы через три года, через пять лет будем уже на другом уровне по нашим взаимоотношениям. Рабочий визит делегации из страны восходящего солнца должен помочь наладить взаимовыгодные контакты на высшем уровне. Япония и Чувашия – давние партнеры. Только в прошлом году товарооборот достиг отметки в 10 миллионов долларов. Значительно выросли объемы экспорта из республики. В 2015 году открыла свою заботу японская компания «Хузикура». И все это является результатом сильного руководства господина Игнатьева, направленного на превращение инвестиций. Надеюсь, что японская компания будет еще больше укреплять свое сотрудничество с Чувашией. Японская сторона рассчитывает реализовать и совместные проекты. Власти республики предусмотрели для инвесторов меры поддержки. В республике сегодня есть мощный научно-производственный и аграрный потенциал. В республике сформирована надежная система подготовки управленческих кадров, инженерных и рабочих специальностей. Правительство Чувашской республики, органы местного самоправления поддерживают инвестиционные проекты и все те наработки, даже седей для дальнейшей реализации. Этой реализацией можно тоже подчеркнуть – это вклад в развитие экономики региона, создание высокотехнологичных производств и возможность дальнейшего повышения влагосостояния жителей Чувашской республики. Партнеры будут поэтапно реализовывать и план двухстороннего взаимодействия. Он был одобрен руководителями стран во время рабочей встречи в Сочи. Программу рабочего визита в республику для гостей страны восходящего солнца составили с прицелом на ближайшие годы. Взаимный интерес определен, впереди переговоры. Но уже сейчас чрезвычайный полномочный посол обозначил точки взаимодействия сторон. К примеру, на кондитерской фабрике планируют разработать индивидуальную рецептуру конфет для японцев. Ожидается, что предприятия республики примут участие и в проекте развития Сахалина. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжаем следить за развитием отрасли. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин